Добрый день! Сегодня мы с вами поговорим про ирригатор. Что же это такое? Это домашнее устройство для удаления зубного налета, остатков пищи из труднодоступных межзубных промежутков, а также для профилактики образования зубного камня. Но какие же они бывают? Они бывают стационарные, портативные, как данная модель, и проточные, которые подключаются к водопроводу. Главная задача всех ирригаторов это под давлением создать поток жидкости, благодаря которому и будет производиться гигиена. Итак, на примере данной модели рассмотрим основные технические характеристики любого ирригатора. Первое. Мощность. Чем шире диапазон регулирования мощности, тем больше возможность подобрать и настроить именно под себя необходимый напор подачи жидкости. В данной модели минимальная мощность 130 кПс, максимальная 760. Второе. Вид пульсации. На сегодняшний день наиболее эффективный и самый распространенный вид это пульсирующая струя. Это прерывистая микроподача жидкости. Оптимальное количество пульсаций в минуту варьируется от 1200 до 1700 пульсаций. Третье. Объем резервуара. Обычно для проведения одной процедуры необходимо 200 мл. В стационарных ирригаторах объем резервуара достигает 500 мл. Четвертое. Количество режимов. Чем больше, тем лучше. Например, в данной модели их 5. От самого низкого до самого высокого. И пятое. Самое интересное. Это насадки. Какие же они бывают? Они бывают стандартные, с различной цветовой кодировкой, подходят для ежедневного использования. Парадонтологический. Подходит тем пациентам, у которых есть заболевание парадонтом. Насадка для чистки языка. И ортодонтическая насадка. Эффективно очищает брекеты и другие системы.